Первый лайфхак о червях. Как правило черви лезут вниз коробки и там собираются в комок и вам приходится опять копать их рукой или палочкой. Чтобы упростить данное мероприятие, возьмем две коробочки, в данном случае судочки. Делаем разметку и отрезаем, как показано на видео. Соединяем и при помощи клея склеиваем. В одной крышке при помощи нагретого гвоздя или проволоки делаем отверстие, чтобы нашим червям было чем дышать. Наша коробка для червей готова, остается только перевернуть ее и достать червя без проблем. Не знаете как хранить поводки? Для этого возьмем валик для покраски и цветные канцелярские кнопки. Закрепим наши поводки на валике при помощи кнопок. А для сохранности возьмем тубус от чая или чипсов. Поводочница готова. Если на зимней рыбалке ваши ботинки не слишком устойчивы на льду, возьмите жестяные крышки для консервации. Пробейте в них дырки и при помощи резинки закрепите их на вашей обуви. Теперь вы будете гораздо увереннее чувствовать себя на льду. Если на рыбалке сломался поплавок, чтобы устранить эту проблему, дома сделайте некоторые заготовки. Возьмите спичку и отступив 1 см до головки, нанесите на нее термоклей. И положите пару таких спичек в коробок. Теперь для ремонта поплавка зажгите спичку с клеем. Обработайте место склеивания. И соедините. Также в запасе не помешает термоусадочная трубочка. Оденьте ее на нужное место, нагрейте ее и теперь можете продолжать вашу рыбалку. Чтобы ваши крючки надежно хранились в коробочке и не высыпались, возьмите магнитный винил, он же магнитная резина. Отрежьте по размеру и приклейте. Теперь ваши крючки в сохранности и не просыпятся. Для следующего лайфхака нам понадобится зубная щетка. Обрежем щетину, обработаем напильником и сделаем при помощи надфиля пропил. Экстрактор для извлечения крючка из пасти рыбы, которая очень сильно его заглотила, готов. Ручки зубных щеток изготавливаются из материалов, которые не могут скользить, поэтому их очень удобно удерживать, не только сухими руками, но и мокрыми. На сильном холоде держать пластиковую ручку намного приятнее, чем металлическую. Возьмем ножницы, черную нитку, сырое яйцо и кусочек поролона. Нарежем полоски белого поролона толщиной в спичку. Каждую с одного конца перевяжем черной ниткой, а усики обрежем и подпалим, так как нитка у нас капроновая. Затем обрежем поролон, чтобы заготовки были величиной 1 см. Если вы еще не догадались, что мы делаем искусственный опарыш, то мы делаем именно его, так как в зимнее время его достать очень сложно. Далее из яйца извлекаем белок, погружаем наши заготовки в него и потом сварим. Получилась личинка опарыша с черной головкой, которую охотно в зимнее время берет плотва под лещик густера. Если вам понравились наши лайфхаки, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и успешной вам рыбалки!